Я думаю, все, наверное, в детстве, а может быть, они все плели макраме. Вот просто узелки завязываем. Конечно, это не очень просто, сложно было научиться. Волонтёры плетут из паракорда браслеты выживания. Многофункциональная вещь одним движением руки превращается в пятиметровую верёвку. Выдерживают нагрузку в 250 килограммов. Можно с её помощью вытащить раненого с поля боя или использовать как жгут. И раны перетягивают. Были случаи, когда была рана у военного, и он просто вытащил одну нить, которая вот внутри, и просто перешил себе рану зашил. На такие браслеты от военнослужащих поступают заказы по 300 штук за раз. Волонтёры получают от бойцов обратную связь и совершенствуют вещи, которые делают своими руками. Так наборы сухого душа от хабаровчан стали на передовой лучшими. Вот такие были упаковочки. И военнослужащие жаловались, что этого не хватает. Либо надо 4-5 штучек, чтобы тело всё-таки промыть. Там можно было ножки, пальчики всё обмыть. В Хабаровске волонтёры доработали именно большие два голоскутка и вкладывают также зубную щётку. Волонтёры движения «Хабаровск. Своих не бросаем» плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, печатают на 3D-принтере зарядные устройства для магазинов-автоматов. Всё это бойцы уже опробовали. Есть и новые изобретения. Костюм лешего, так сказать. То есть надеваем и прячем. Всё? И лешего нету, да? Да. Это вы тоже делаете сами? Да, это мы тоже делаем. Это просто обычная распоротая старая форма солдатская, военная. Кусочки тоже из неё повырезали, повставляли. Сергей Кравчук увидел всё, что производят хабаровские волонтёры для поддержки российских военнослужащих. Объём растёт с каждым днём. Склад уже не выдерживает. Есть потребность и в материале, из которого плетут соседи. Сейчас дам поручение, по материалу будем помогать и по помещению поможем. Ну, не надо стесняться. Это наше общее дело. Мы здесь в тылу. Ну, вспомните. Это вот тыл и фронт, это неразделимый. Подарки ко дню защитника Отечества тоже для поднятия боевого духа. Вместе с гуманитарной помощью волонтёры складывают рисунки и поздравления от школьников и малышей из детских садов. На фронт стали отправлять и книги, которые просят военнослужащие. К празднику их ждёт сюрприз. К нам обратилась писательница Анна, которая с несколькими писательными, дальневосточниками, приморцами объединились. И издали книгу, стихотворение про воинов наших, про наши воинские части, бригады, про подвиги. И мы эти книги тоже в посылки складываем, отправляем, чтобы они тоже ознакомливались, читали. Вот чем сегодня город Хабаровск славит, вот чем мы гордимся. Мы вместе. Когда мы вместе, мы не победим. Марина Рожко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.